Я думаю, что выборы пройдут в назначенное время, в духе демократических процедур, как они проходят и все последние годы. И, вы знаете, вот такой, носят часто вопросы о выборах, такой подтекст, ну что как-то вот что-то там не так, что-то там не так. Кто об этом говорит? Как правило, это люди, которые почему-то сами считают возможным и правильным критиковать всю действующую систему государственного устройства. Избирательную комиссию, институт наблюдателей, мнение других политических партий, мнение судов, решение судов различных уровней Российской Федерации. И вот они предлагают на все на это закрыть глаза, а их мнение будет такой истинной в последней инстанции. Но нужно как минимум чем-то подкреплять это, какой-то может быть своей репутацией, как минимум. А как максимум нужно соблюдать действующие законы Российской Федерации. Поэтому вот когда такие вот оттенки мы слышим о том, что выборы прошли не совсем честно, например, у нас есть установленный законом порядок рассмотрения этих жалоб. Ну вот так и нужно двигаться. И если кто-то где-то этого добьется, то соответственно результаты выборов должны быть пересмотрены. Только пока мы кроме разговоров, да, есть в некоторых пределах статистической погрешности согласен. Где-то, так сказать, по недоразумению, где-то, может быть, каким-то другим мотивам есть. Но они не влияют на принципиального влияния, не оказывают на общий расклад сил политических. И подтверждение вот сейчас, например, ну уж, по-моему, выборы, прошедшие буквально вот только что, ну, в общем-то, наверное, были на пике вот такой оппозиционной активности, популярности вот этих оппозиционных брендов, вот всех этих людей, которые, так сказать, восстали из небытия и сказали, все-таки мы хотим, чтобы по-другому все было и голосуйте за нас. Ну, результата-то нет. Продолжение следует...